Всем привет! Привет! Меня зовут Дмитрий Ячук и мы находимся в фитнес-пространстве Атлетик Про. Самая частая проблема, с которой сталкиваются новички, это незнание, с чего же начать свой путь в фитнесе. И давайте сегодня ответим на этот вопрос и разберем, как спланировать свою первую тренировку в зале. Поехали! Прежде чем начать силовую тренировку, необходимо тщательно размяться. А каждую тренировку мы начинаем с кардиотренажера, в нашем случае с беговой дорожки. Цель разминки – подготовить тело к дальнейшей работе. Поэтому выбирайте скорость на тренажере не очень высокой. Начните примерно с 3 км в час и повышайте дальше, если чувствуете, что для вас этот темп слишком низкий. Обычно эта часть разминки занимает 5-7 минут. Вторая часть разминки – это блок общеразвивающих упражнений для основных мышц и суставов. Здесь мы делаем по одному-два упражнения и идем сверху вниз, от шейного отдела позвоночника до голеностопа. Начинаем! Ну что, закончили разминку и можем переходить к самому интересному – к основной части тренировки. На первых занятиях мы не отдаем предпочтение какой-либо группе мышц, а тренируем все сразу, делая упор на более крупные. Вот моя подборка из 6 упражнений, которые можно сделать на первом занятии. Первое движение, с которого я предлагаю начать – это тяга горизонтального блока – упражнения для мышц спины. Возьмите ручку и сядьте так, чтобы трос был натянут уже в начале движения. Ногами упираемся внизу, спину держим ровно. Мы начинаем наше движение с отведения плеч назад, затем сводим лопатки и за счет усилий спины дотягиваем ручку до пупка. Делаем выдох. Друзья, выбирайте вес так, чтобы вы сделали без проблем 12-15 повторений. Далее переходим к бедрам и следующим упражнением сделаем разгибание голени в тренажере сидя. Первым делом отрегулируйте спинку так, чтобы вам было удобно сидеть. Затем сядьте в тренажер и настройте ролик так, чтобы он располагался чуть выше голеностопа. Направьте носки на себя и одним плавным движением выпрямите ноги. Сделайте выдох. Это упражнение поможет вам отлично проработать мышцы передней поверхности бедра. А далее мы делаем отжимания в тренажере Смита. Обычно новичкам с трудом даются классические отжимания с собственным весом тела. Поэтому мы начинаем с такой облегченной формы. Располагаем руки шире плеч, отходим назад и выпрямляем спину. Плавно сгибаем руки до момента, когда мы коснемся телом штанги. Обратным движением на выдохе выпрямляем руки. Угол между локтем и телом должен быть острым. Четвертым упражнением делаем разведение ног. Первое, что мы должны сделать, это отрегулировать тренажер. Ставим его в узкое положение и разворачиваем упоры к себе. Выпрямляем спину. И одним плавным движением на выдохе разводим ноги. Обратите внимание, тренажер в исходное положение нужно возвращать плавно. В этом упражнении основными работающими мышцами будут ягодичные. Следующим упражнением делаем разгибание рук в блочном тренажере. Располагаем руки сверху рукоятки. Фиксируем локти. Выпрямляем спину. И начинаем на выдохе полностью упрямлять руки. Обратное движение делаем до момента, когда предплечье будет чуть выше, чем параллель с полом. И последнее мы сделаем гиперэкстензию. Упражнение для мышц разгибателей позвоночника. Располагаем упоры так, чтобы они упирались в переднюю поверхность ведра. Упираемся пятками в задние ролики. Выпрямляем спину. И фиксируем шею в нейтральном положении. Начинаем движение. Движение мы закачиваем тогда, когда корпус поравняется ногам. Выше подниматься совершенно не стоит. После завершения основной части тренировки рекомендую сделать заминку. Она состоит из 7-10 минут легкой ходьбы и растяжки. Целью заминки является снижение потоотделения, сердцебиения и приведение в норму всех систем организма, которые функционировали в течение тренировки. Друзья, занимайтесь фитнесом и следите за здоровьем. А лучшее место, чтобы начать – это Атлетик Про. Ждем на тренировках именно вас. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok